Всем доброго времени суток. Недавно я на стриме поиграл в игрушку под названием Гигантик Армия. Это своеобразный такой духовный наследник серии игр Assault Suits. Первая игра вышла на западе под названием Target Earth на Sega Genesis, а вторая как Кибернатор на SNES. И сегодняшняя игра очень на них похожа. Вы управляете военным мехом и должны прорывать линию обороны врага и уничтожать их технику. На протяжении шести, не слишком продолжительных, но набитых под завязку врагами уровней. К тому же на этих уровнях частенько будут встречаться мини-боссы. И вас еще и время подгоняет. Обычно в подобных играх время не особо сильно давит, и сделано больше так для галочки. А тут нет, будете слишком долго мешкать, время истечет, и начнет таять уже ваше здоровье. В начале игры вы вольны выбрать свое оружие. Три вида основного и три вида второстепенного. От основного оружия зависит, сколько второстепенного вы сможете взять. Автомат слабый, но позволяет стрелять очередями и при этом легкий, что позволяет взять больше дополнительного оружия. Ружье стреляет дробью, поэтому можно особо не задумываться о точности. Ну а базука самая мощная, но с низкой скорострельностью и требует высокую точность от игрока. При этом базука тяжелая, поэтому если ее выбрать, вам дадут малое количество снарядов для второстепенного оружия. Среди которых у нас кластерные бомбы, маломощные, но покрывают большую площадь, сомневающиеся ракеты и огромный такой лазер. У вас также есть еще одно оружие. Здоровенный такой кол в руке, который срабатывает, если враг слишком близко. Наносит очень большой урон, но для его применения нужно подпустить врага близко к себе, что рискованно. Как только вы выбрали оружие, вас забросят в игру и, что называется, вперед и с песней. У вас одна жизнь и три конта. Оружие между уровнями не меняется, поэтому думайте, что стоит взять. По ходу игры можно будет находить контейнеры, взорвав которые, найдете пауэрапы для основного оружия, лечилки или дополнительное время для таймера. Помимо оружия у вас также есть щит. Защищает от некоторых выстрелов, но имеет свою шкалу здоровья и может быть уничтожен. Также ваш мех может предоставить вам ограниченную подвижность, в виде ракетного ранца или возможности дешить в сторону. Кстати, если зажать кнопку стрельбы, то можно зафиксировать угол обстрела. Полезно против босса. Но также не забываем про то, что вы управляете все-таки огромным мехом, а не юрким суперсолдатом. Управлять им поначалу не слишком удобно. Но игра построена вокруг этого и к инерции быстро привыкаешь. В игре три уровня сложности. Советую все-таки начинать с изи и попробовать все виды оружия, чтобы решить с каким будете проходить игру уже на норме. Когда пройдете на норме, вам откроется хард. И вот тут я могу лишь пожелать удачи. Набор врагов местами сменится, и босс также сменит тактику. Да и в целом игра станет куда как более агрессивной. В целом, это все что касается геймплея. Сюжета в игре можно считать, что почти нет. Между миссиями будут небольшие куски текста, но они абсолютно ненужные. Визуально игра выглядит, как будто ее сделали на PS1 или Saturn. Вся она полностью выполнена в 2D. Задники порой весьма красивые пейзажи выдают. А вот спрайты техники довольно неплохо детализированы. Особенно радуют огромные боссы из составных спрайтов. В плане звука игра также не подкачала. Музычка бодренькая, веселая. Звуки выстрелов и взрывов хорошо подходят действию. В общем и целом я ставлю игре 8 баллов. Из минусов можно отметить только короткую продолжительность и практически полное отсутствие нарратива. Представьте себе, если бы в игре были бы что-то вроде катсцен на движке с эпичными сражениями. Как по мне, на атмосферу бы отлично работало. Однако, если не обращать на это внимание, то перед нами отличный боевик в давно забытом таком поджанре меха-скролл-шутеров. Если такие названия как Кибернатор или Фронт Мишн Ган Хазар для вас не пустое место, то я настоятельно рекомендую ознакомиться и с этой игрой. Ну а у меня на сегодня все. Пишите в комментариях, что думаете об игре, рассказывайте о канале к друзьям. У меня теперь также есть канал на Твиче и группу в Кантаче. Если есть возможность и желание, поддержите канал. Все ссылки вы найдете в описании. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok